6 мая 2024 год. Сейчас я попробую всю картину мира, что мне говорят, ты картину миру не полностью видишь. Попробую то, что я вижу, впихнуть в один просто сюжет. Значит, поехали. 61 миллиард помощь от Америки. 4 миллиарда фунта стерня, 3 миллиарда фунта стерня, ну и 4 миллиарда долларов, будем говорить. Это помощь Великобритании. Шойгу жалуются на то, что темпы производства не соответствуют требуемым темпам наступления. У этого Шойгу оберестовали заместители. Начинается схватка бульдогов под Тавром. Так или не так? Да, то есть тоже это нам в хорошую пользу. У нас приходят 100-километровые снаряды, снаряды, которые бьют на 100 километров. Вот сейчас Германия экспериментально будет поставлять мелочи, а приятно. У нас приходят Фэллоны, вот эти Фэллон-1, американские тоже тестовые беспилотники, которые не гранатки сбрасывают с квадрокоптеров, а противотанковыми этими стреляют. То есть гранатомет просто переносит на себе. Или в другом варианте пулемет. Пулемет над полем боя над тобой летает. Представляете себе сюжетик? У нас и в 16-й заходит в этом месяце. Уже в этом месяце сказали, что первое будет. Представляете? У нас Атакамсы, вы видели, как 1 мая разорвалось там на Луганске? Диаметр этого покрытия, круга покрытия 500 метров. Около 200 тысяч квадратных метров. Там с одного снаряда. Капец. Вообще я не знаю. Ну ладно, в общем, не в том дело. Столтенберг говорит, что Украина будет в НАТО. Это председатель альянса, да, президент альянса НАТО. Великобритания разрешила бить их оружием по территории Российской Федерации канонической. Нас уже россияне атакуют на танках в виде гаража с дуом. Ну так. В посадке на 300 метров оккупант проходит мимо 82 тел собственных. Таких жорков, как и он. Только уже в хорошем виде. Разлагающимся. Это только по войне. А по экономике норникель заявляет Потанин, да, что он треть будет норникеля выводить в Китай, потому что санкции не дают нему. Предлагает Русал, чтобы алюминий государство закупало как в качестве золотовалютных, золотоалюминиевых запасов, иначе градообразующие предприятия будут становиться и накрываться медным алюминиевым тазом. Да представляете? То есть вы сейчас золото храните золотовалютным, а будете алюминий в тазики собирать, как золотовалютные резервы. Да? Угольная промышленность говорит, что ей нужны дотации. Есть такое? Алмазные под санкцием, алмазы под санкцием, уран под санкцием попал впервые. Обогащенный уран, да? Америка под санкцием его засандалила. Ключевая ставка у вас, ребята, 16%. На Биулина там, говорит, может еще выше будет. В Украине, чтобы вы понимали, она вот в апреле снизилась на 1% и составляет 13,5%. В Украине, на которую вы напали, ставка ключевая ниже, чем у вас. Ну, если кто не понимает, о чем это говорит, в общем-то, кто понимает, тот понимает. Что у нас там? Обязательную продажу валюты продлили еще на год. Не до конца года, а еще на год. То есть это обязаны люди сюда, чтобы пытаются удержать рубль. Но удержать рубль не получится, так же, как он рухнет вместе с Керченским Крымским мостом. Понимаете? Путин дал задание довести до 17% долю импорта. Доля импорта с 17% это ровно то, что было на последнем издыхании Советского Союза. Когда замечательная была история. Помните, в Советском Союзе, как с импортом у нас хорошо обделяло дело, когда канадская юниорская команда начала в качестве рекламы разбрасывать жвачки, там раздавать. И люди услышали, что раздают жвачки, на стадионе задавили 21 человек в давке, блин, пытаясь добраться до этих жвачек. Вот это вот мы возвращаемся, ну то есть вы, слава тебе, господи, это теперь вы, а не мы, возвращаемся, хочет, по крайней мере, Путин вернуться к этому 21%. Ну и сладенького. То есть Китай вводит санкции банковские, не получается проводить россиянам платежи ни в рублях, ни в юанях, ни в чем, через китайские банки. То есть китайцы передали продукции России, а назад перевести не могут. Отказываются банки, чтобы не попасть под санкции. Да, Набюль на чем говорит? Лах между поставкой товаров и приходом денег в два месяца. Это когда Россия экспортирует в Китай. Ну, я думаю, что все прекрасно. Почитайте статью в этом, в Ройтерс, как потеряли 140, 141 миллион 400 тысяч долларов, потеряла какая-то китайская фирма, через 7 банков не могла пройти, так и не смогла. Читай подарила гаджеты эти Российской Федерации. Газпром в убытке. Впервые за свои 25 лет, когда Путин на троне. Газпром в убытке. 7 миллиардов за год показала убытка. Очень выгодно торговать с Китаем. Китайцы торгуются хорошо, воюют они плохо, а торгуются они хорошо. Газпром, да? Запрет на вывоз топлива. Да? В России есть, дорожает топливо. Нет, все нормально там у вас. Ну, так или нет? Я что-то не так говорю. Когда Белоусова Андрея спрашивают, тут у нас инвестиции, там у нас хорошие инвестиции, как много мы инвестируем. Он говорит, 70% этих инвестиций, это замена вынужденная западного оборудования, которое мы не можем обновить, на китайское. То есть это не в прямом смысле, что мы новый завод строим, а, ну, говорит Белоусова, а просто, понимаете, уже нет запчастей на американское, там, немецкое качественное. Это какое-то китайское пластилиновое. Понятно, да? Ну, я уж не говорю о том, что у вас сейчас одновременно, прям сейчас, у вас снегопад, вот там 6 мая идет, заваливая трассы, там, пробки образуя. У нас, у вас одновременно идет потоп, наводнение, там, начиная с Орска. И у вас одновременно идут еще пожары. То есть матушка природа. И, кроме того, в мистику кто верит, я не верю, но вообще довольно интересно. С убийства Александра Второго каждые 36 лет Россия избегает какой-то войны. Можете посчитать. 1881-й убили Александра Второго. Через 36 лет Россия прекратила свое существование, да? В 1917-м. Потом, плюс 36 лет, в 1953-й умирает Сталин, Россия сбегает, ну, Советский Союз и под стать. Сбегает из Корея. Потом прибавляем еще 36 лет. 1989-й год. Россия сбегает откуда, Советский Союз из Афганистана. Прибавляем 36 лет. Какой это будет год? 2025-й, следующий год. Откуда вы сбежите, товарищи россияне? Как вам думается? Если уж такое будет совпадение по этому 36-летнему циклу. Подсказку из зала надо. Все будет Украина. Не переймайтесь. Продолжение следует...